Привет! Здорово! Ты бухай, конечно, ты же за рулем, поэтому не божь. Слушай, ну что, какая у тебя неделя самоизоляции пошла? Вторая неделя. А где ты сидишь, на даче или дома, или в квартире? Я на даче, я на даче, я за городом, да. Я успел себе дачу построить до того, как это стало крайне необходимо еще для всех. Ты понимаешь, я недавно себе сказал, думаю, мне раньше дача нахуй не была нужна, ну то есть как такие, знаешь, это шаслычное место. И потом я думаю, как хорошо, что я построился, потому что, представляешь, сейчас в квартире посидеть очень приятно, ходить и ссать в углах там, например. Здесь тяжело вообще, я не представляю, ну надо, но, блин, ну как-то вот справляются. Слушай, ну а скажи, пожалуйста, у тебя вот все прошло так же, как у обычных граждан, то есть ты закупал мешками гречку, воду, макароны? Я думаю, у нас было так же. Мы поехали в магазин в надежде что-то купить много. Купили две тележки, думаем, этого пиздарики нам хватит на месяц. И все это закончилось через четыре дня. А у вас сколько народу-то, что вы так жрете? Ну, слушай, там мы больше срем, там в основном бумага была. А! Ну, у нас сколько? Я, жена, двое детей, мама и папа мой. А, ну то есть вы всех собрали? Ну да, мы вот как бы, они живут за городом изначально, родители, и вот мы просто приехали сюда. Слушай, ну а у тебя сразу была такая история, что ты воспринимал все всерьез? Или ты думал, что это хуйня, сейчас проскочим, это больше, ну, пиздер медийный? И я сейчас почему-то, у меня тоже было несколько стадий, но сейчас я на стадии, как будто это все огромный пиздеж. Потому что власти, Москва, я так понял, открывают, когда читал новость, салоны красоты и бани, что за пиздец. Магазины до какого-то времени были открыты. И я, честно сказать, не могу вообще понять. Я уверен, что это заговор кому-то выгодный, возможно, количеством жертв, которые реально есть или нереальные. Я тоже этого не могу понять, потому что из разных источников я вижу разную информацию. И поэтому вот сижу, как подопытная крыса в клетке, думая, что кто-то там сверху просто тыкает уколами в нас и делает эксперимент. У тебя из знакомых кто-нибудь попал с короной в больницу? Нет. У меня попало два человека. Я вчера об этом узнал, их выписываю. В понедельник они 16 дней уже лежат, приехали, покатались на лыжах. Там, в Европе, да? Нет, нет, здесь, в Инденцово, в инфекционке. Я с одним из них хочу прямой сделать на следующей неделе, чтобы он рассказал, как выживший. Ну, а они типа рассказывают, что все серьезно вот так вот, да? Ну, человек сколько соркину лет? Ну, за 50. Он говорит, пиздец, жесточайшая пневмония, до реанимации не дошло, но прям очень жестко. Блядь, это плохо. Ну, видишь, как бы, значит, есть какие-то подтверждения. Но вот я говорю, я не могу понять, во-первых, куча вопросов лично у меня, как нас это обошло. Или почему там слева от нас 8, сколько, 100 тысяч, там 10 тысяч, 50 тысяч, все болеют, у нас 46. Но говорят, что я там разговаривал с нашими ребятами, вот кто там из нашей индустрии. И я тоже. В январе, в декабре все болели каким-то пиздецом. Я сам сильно болел. И жена у меня болела, и дети болели. У тебя это в декабре было или в январе? Да, это было у меня, это было 1 января началось. И до 14 января вот у меня было. Вот смотри, вот такая же хуйня. Мы, значит, у меня, мы поехали в Тай, у меня приятель лежал 5 дней трупом, а я лежал 5 дней в середине января в Москве, потому что я был в Гонконге, прилетел в Москву. Была такая же хуйня. То есть я надеюсь, что это нас пронесло. И сегодня мне еще рассказали такую историю, что все советские дети, я в том числе, делали прививку от туберкулеза. Ее делали в двух странах, в СССР и в Германии. Именно поэтому и у нас у них заебись. То есть мало очень жертв, как бы все это так развивается. По поводу цифр, ты слышал, что китайцев не поймали, но как бы Блумберг публиковал огромную статью, что американские спецслужбы типа поймали китайцев на пиздеже, что ничего не закончилось, у них огромное количество в Ухане урн с прахом, который даже не забирают. И там просто, ну, китайцы типа посмотрели цифры экономики и сказали, да, ну нахуй, пусть они дохнут, потому что у нас как миллиард населения, нам похуй. Нет, я не слышал этого, но 100% это вот манипуляция, спекуляция на этом. Блин, конечно, кто-то играет, кто-то выигрывает на этом, зарабатывает, кто-то теряет все, кто-то сосет, кто-то дает пососать, поэтому... Ну, конечно. Слушай, а что у тебя вот близкий круг, твои друзья, они как к этому, ко всему относятся? Тоже все насерьезно изолировались или кто-то там похуй бухает, ездит и встречается? Нет, никто не встречается, никто не бухает, все сидят, как-то пытаются себя развлечь, занять. С этим коронавирусом в интернет вылилась куча говнищек, конечно, контентного, которые вообще люди, которые раньше не могли придумать хотя бы что-то для себя, да, и там были устроены в каких-то там серьезных или не таких серьезных, как что-то серьезное, да, в мероприятиях и компаниях, сейчас стали творцами. Это, конечно, удивительно, интересно наблюдать за этим, но, блин, конечно, количество прямых эфиров, каких-то сумасшедших шоу, я сам начал делать стримы, сам потом посмотрю, думаю, что я делаю, но я понимаю, что это как бы сейчас такая реальность. Вот сегодня так, потому что как бы ничего другого, как будто бы, знаешь, я думал такую штуку, раньше, вот я смотрел, что было дальше, да, мне что-то нравилось, что-то мне не нравилось, что-то мне начало в определенный момент бесить, что-то мне начало прямо от отторжения, думаю, блядь, хватит уже, все, говно уже, неинтересно, одно и то же, одно да потому, хватит. А теперь я смотрю вообще без какого-либо интереса, потому что как будто бы для меня сейчас, я вот на это смотрю, вот в данный момент, может... Ну, Рлан, здорово, если ты смотришь, вы делаете говно, Соболев только что сказал. Нет, нет, нет. Хуису смотреть вообще вас нельзя. Пацаны охуенные, охуенные, я имею в виду просто для меня формат себя уже съел давно. Но сейчас как будто я с Дудем смотрел, думал, это будет просто вообще топ, топович. Но я смотрю, и мне вообще, я такой смотрю, думаю, а почему вот они такие, типа... Все, этот, короче, вирус, как сказала Мадонда своей в ванной, он всех уравнял. То есть он реально вот просто сделал вообще... И для меня сейчас нету никаких селебрити. Сейчас все селебрити, это люди в майках каких-то растянутых, которые в прямом эфире через самую камеру своего телефона рассказывают что-то там. Половина селебрити сошла с ума, как только перестала выступать под фонограмму, а стали себя показывать в нормальной жизни. И ты смотришь и думаешь, боже мой, да что такое? В принципе, стали все одинаковые. А ты понимаешь, да, что теперь эти люди, да, которые селебрити, во-первых, ну, какая-то значительная часть этих людей стали селебрити благодаря тому, что они выкладывали охуительные фотографии из очень дорогих курортов или из каких-то городов, в которых обычный россиянин хтонически никуя не будет. Сейчас они сидят на жопе, и как бы их селебрити вес начинает падать. А самое страшное, что когда они понимают, что они теряют подписчиков, им надо как бы хайпиться, значит, они начинают вырезать, как ты правильно заметил, в прямой эфир и говорить. И тут начинается полный пиздец, потому что говорить им нельзя. Это очень тупые люди. Да, да, да. И вот это, и это, конечно, круто, правда, много разговоров про переоценку там, ну, ценности, а это действительно так и есть. Думаешь сейчас, а что сейчас, ну, то есть там, я там одно привык делать там в то время, да, там кто-то другой, а сейчас вообще надо как будто бы перестраиваться, если только все не войдет в обратную нормальную русскую. Слушай, ну, а как проходят твои дни, чем ты занимаешься? У тебя есть распорядок дня или у тебя есть как-то, вот к чему ты привязан, какие-то рэперные точки? Что ты имеешь в виду? Ну, я тебе расскажу, у меня, значит, приятель итальянец есть, а его приятель, ну, такой какой-то мафиозный чувак, он сидел, и он, значит, говорит, что этот карантин очень похож на нашу зону, говорит, не в смысле того, что все в заперти, это как бы прямая аналогия, она понятна, а в смысле, что заняться нечем, мы на зоне сидели, и у нас каждый день было две темы, кто пойдет качаться, блин, кто взял гантели, и что мы сегодня будем жрать, кто сегодня будет готовить. Вот этот карантин, он похож, собственно, на эту историю, то есть развлекать себя, в общем, ну, мало чем. Да, да, так и есть. Ну, я просто сейчас, я все время думаю о том, вот как вот мы там, ладно, мы там можем там что-то этим языком там как-то что-то там натриндеть, там какие-то деньги заработать, сидя вот здесь вот в углу. А как вот много очень людей сейчас, что вообще, как люди сейчас, за что они будут, если у тебя нет там какой-то подушки существовать? Я вообще не врубаюсь. Ты знаешь, я думаю, что подушки существовали, нету 90% людей, потому что вот самый большой кризис на моей памяти, кризис 98-го года, когда ебанулось все, и мне было 23 года. У меня из сбережений была, блядь, пачка сигарет и коробок шмалит. Вот приблизительно такие у меня были сбережения. То есть я, в принципе, соснул хуйца очень быстро. Но ты знаешь, мы были оптимистичны, и как бы мы считали, что, ну да, мы думали, ну а что, сейчас все же пройдет, это ты молод, и как бы... Но я помню, что это состояние сначала такого ахуя, а потом состояние как бы, а что дальше-то делать вообще? Ну, может быть, конечно, многие, и я тоже, в голове себе как-то романтизируют вот всю эту ситуацию. Ну, знаешь, как будто бы типа, ага, мы типа в какой-то ситуации, знаешь, сложной, и вот мы выберемся. Может быть, это какие-то, знаешь, такие романтика немножко в этом тоже есть какая-то. Знаешь, вот сталкер такой, ты типа один, и ты пустые улицы, но... Я в телеге у себя сделал опрос, он, ну, можно назвать, что он репрезентативен. Там типа 7 тысяч человек приняло участие, и там несколько градаций было. Что вы чувствуете сейчас эмоционально? 51% тревожно, 37% сохраняют оптимизм, 6% растеряны, 4% в панике. Ну, вот я буду каждую неделю это делать, чтобы просто, знаешь, такой некий барометр. Ну, понятно, что 51% тревожно, это просто люди не хотят сказать, что пизда вообще они чувствуют, аху какую-то. Они по-моему пишут, мне тревожно. На самом деле, конечно, там не тревожно, а там, ну, страшно. Ну, да, да, да. Ну, я не знаю, прошло полторы недели пока всего этого. А что там дальше? Ну, судя по Америке, там они все, ну, им там, пиздец, плохо, ну. На что ты рассчитываешь? Как ты думаешь, когда это все закончится? Вообще не понимаю. Я рассчитывал на, ну, наверное, если исходить из какой-то хотя бы логики примерной, из которой часто не исходят те, кто принимает решения у нас в стране, потому что некоторые вообще вещи, мне кажется, неразумными для людей в первую очередь. Я думаю, ну, не знаю, там еще месяца, наверное, там, три, может быть, два, не знаю. Ну, будет какой-то вот такой стагнации какой-то. Ну, ты понимаешь, я думаю, что через два месяца экономика прям пизда рулем настанет, потому что, как ты правильно говоришь, денег ни у кого нет. И когда, ну, как бы, предприниматели будут получать нулевые кредиты, чтобы платить зарплату, ты много знаешь людей, которые скажут, да, надо взять кредит, чтобы заплатить зарплату, а потом отдавать этот кредит. Ага, 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 я вообще тоже, я не понимаю, как у них нет денег? Они, блин, эти нефтедоллары, куда-то же они складывали, понятно, ну, в свои карманы, но в определенный момент карманы же должны лопнуть, переложив карманы пиджака, они тоже должны пойти по швам. Ну, какие-то же деньги они отложили, и, по-моему, огромные, ну, куда? Ну, вот сейчас-то они и пригодятся, пускай продают вертолеты, я хирую. Ну, типа, черный день, да, вот он, черный день, пришел. А ты лично свои, как бы, вот ты на сколько рассчитываешь, сколько ты продержишься? Лично мои какие-то? Слушай, я на самом деле сейчас выхожу в стрим специально, у меня есть донаты, я, как бы, ну, я, как бы, ну, я прикалываюсь больше, но, как бы, я понимаю, что вот такой есть вид заработка, окей, есть какие-то еще, я так всегда стараюсь в разные корзины все раскидать, и чтобы, ну, зная просто, у меня там были случаи, когда я там все в одно, а потом там я играю там в всяких убойных лигах, там лопается дуэт, да, там, и ты такой, блядь, у меня ничего нету, а когда ты держишься за одну соломинку, это всегда приводит, как правило, к краху этого предприятия, ну, в нашем случае, в творческом уж точно, поэтому у меня... Ирюк, а сколько ты занимаешься стендапом? Стендапом, ну, лет, наверное, шесть, как он там начался у нас в России, вот в этот и начался. А я тебе вот первый раз, когда мы с тобой делали теорию, я тебя не спросил, а что ты до этого делал, когда ты не стендапил? Я выступал в Comedy Club, потом до этого в КВН, миниатюры показывал. Ну, то есть ты изначально заточен был на артиста разговорного жанра? Да, 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 с 16 лет, с 16 лет, 21 год получается, мне 37 часов. Слушай, я сегодня с удовольствием посмотрел выступление в Перми, да, в поисках своего зрителя. Которое шло час, блядь, сорок. Ну, я не представлял, что это час сорок, я представлял, что это час двадцать, например. Слушай, а скажи, пожалуйста, сколько там импровизации, а сколько там заготовок? Ну, там импровизации... Ну... То есть я понимаю, что любой человек, которого ты вытаскиваешь из зала, ты плюс-минус не понимаешь, что он у него в голове. Заготовок у тебя есть на него, конечно. Все, что из зала, всех, с кем я всегда разговариваю с людьми из зала, это все импровизация, всегда. Это так нужно, потому что если это заучено, это не работает. Всякие мои приколюхи, которые я придумал, когда я одевал куртку, шубу, когда я там, типа, делал что-то там, люди там кричали фонариком, это все, конечно же, продуманные вещи из концерта в концерт, мы обкатывали, обкатывали. Я думаю, процентов 25 импровизаций в этом всем. Ты пишешь сам все остальное или у тебя авторы есть? Слушай, я все пишу сам. У меня есть люди, которые мне в определенный момент могут что-то подсказать, помочь, подкрутить, доделать, но основную мысль в этом концерте была написана со мной. Слушай, это абсолютно... Мне очень понравилось, я скажу тебе сразу, это абсолютно ебически неполиткорректная, сексистская, блядь, пошлая, охуенная хуйня, которую, конечно, наверное, тебе не дали бы прочитать ни в Лос-Анджелесе, ни в Нью-Йорке. Но в связи с этим вопрос, то есть я просто возвращаюсь к своим комментам, которые мне написали, когда я сделал первый анонс с тобой. Что вы его зовете, блядь, он нарцисс, он внутри пустой. Ну, понятно, дальше тебе рассказывать не надо, про себя ты все знаешь, что ты пустой нарцисс, это убоек, как бы это... Странно, не будут тебе открывать Америку. Ну, вообще, как это воспринимается? То есть ты... Ну, у тебя до хуя хейта в личке? То есть люди тебе пишут, как вы позволяетесь такие вещи и так далее, или нет? Да нет, они... Я не сделал говна, да? То есть ты не делаешь это злобно. Я не делаю это злобно, я с хейтерами общаюсь всегда по-доброму максимально. Они как будто бы предъявляют многие мне за... Не за то, что... Как будто бы не за то, что я делаю, а типа за то, какой я человек. Ну, типа, знаешь, то есть они не говорят, ты пошутил такую шутку, это такая плохая шутка, вот поэтому ты говно. Они мне просто пишут, ты говно, да? А чем это обосновано, для меня всегда загадка. Я пытаюсь всегда у них выяснить, о чем речь-то. Мы делали такую штуку, мы звонили специально тем, кто мне пишет вот такую фигню в комментариях. Специально звоню вот так вот, на камеру говорю, сейчас я буду на него агрессивно наезжать. Он мне звонит, я говорю, ты что там, блядь, кому ты говоришь? Я говорю, ой, привет. Нет, да я просто, чтобы ты отреагировал. И так, я уверен, ну, 50-60% людей просто, чтобы, ну, быть замеченными. Но как будто бы, как бы, некоторые по-настоящему почему-то меня ненавидят. Ну, то есть, но за что они не говорят? Они как будто, знаешь, в целом. Ты, типа, какой-то написал петуху там у тебя в этом комментариях. Да, да, я с ним работал, он долбоеб. Со мной работал, типа, он, типа, гнида или кто-то. Блядь, да никогда такого не было. Во-первых, я с ним не работал, я не помню, кто это такой. И, как бы, для меня вот это вот больше всего странно, вот такие люди. Слушай, у тебя, и я, честно говоря, прям охуел, у тебя очень жесткие, ну, не то, что, это не пиздец, какие жесткие, но для человека, который сотрудничает до сих пор с телевидением, у тебя достаточно много времени, отдано политической сатире. Сатира, я обожаю сатиру. Я вообще планирую перейти вот в этот жанр. Она у тебя охуенно получается, и как бы, ну, у тебя в связи с этим нет вопросов на телевидении, тебе не бивают, ты, Рюк, ты ебанулся, там, что-то шутишь, блядь, про Путина и частушки про Кадырова. Совсем что-то охуел уже. Слушай, ну, меня и нету там сейчас. В камеди меня не берут там по каким-то своим внутренним... А тебя не берут в камеди уже? Ну, меня же нет в камеди. У меня там что-то записано, это не ставят почему-то. Для меня это загадка. А, ну, ты да вы ебался все-таки, да. Вот из зала людей пошути про Путина, блядь. Вот пошутил, блядь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Посмеялись на ТМТ. Я очень надеюсь, что это связано не с этим. Может, у них какие-то свои там планы есть на меня в определенный момент, но пока меня там нету. Там сейчас у них другие, немножко другое направление. Но я и не расстраиваюсь. Я уже давно не расстраиваюсь по поводу камеди-клаба. А это единственная передача, в которой я существовал. Поэтому, как бы, моя прожарка на ТМТ-4, она не выходит только потому, что мы пока не можем со звездами договориться. Сейчас вроде договорились, но это карантин. А больше, что больше. В этом меня зовут. Но, как бы, я же ничего не призываю ни к чему. Все мои шутки, они все исключительно моя юмористическая, так скажем, мой юмористический взгляд на происходящее. Это может быть... А тебе в связи с этим, когда кто-то предъявлял, там, из телевизионных начальников или просто там из знакомых, типа, или кто-то просил, тебе передай, значит, сигнал там прошел, что ты охуел. Ну, было такое, да. Было. Было. Но, как бы, я не... Я на это ни разу не обижаюсь. Я понимаю, почему так говорят. Вообще все. Понимаю, я вхожу во все положения. И, как бы, ну, окей. Моя задача лишь пошутить. Моя задача повеселиться. Пускай бы они поражали над этим. Потому что, в основном, просатируют, если уж говорить, люди солидарны со мной. Ну, конечно. Это видно на концерте. Да, они солидарны. Тысячи людей говорят, да, со мной вместе. Но, и они, как бы, смеясь на кухне, я просто смеюсь чуть-чуть, как бы, в таком рупоре. Но, как бы, мы вместе просто над этим смеемся. Потому что часто бывает, что это уже смешно и абсурдно. И об этом смех. А если об этом не говорить, как бы, ну, тогда это уже слишком, мне кажется, завинчивают гайки. Я надеюсь, что такого не произойдет. Слушай, твой номер с вытаскиванием человека из зала, чтобы он прочитал шутку про Путина, это понятно на каждом концерте. Я же правильно это понимаю. У тебя были случаи, когда люди выходили на сцену и потом говорят, да ну нахуй, я не буду шутить. Да, было такое, прикинь, были такие. Да ладно. Выходили, читали, говорили, нет, я нет, не буду, уходил. Мы говорили других, ему там этому кричали, фу. Ну, то есть, были разные ситуации, но вот конкретно в этой ситуации были люди, которые не читали. Был однажды чувак, когда я попросил его выйти и прочитать эту шутку, это был губернатор какой-то области, архангельской какой-то, который сидел и вышел на сцену, который типа в костюме Трампа бегал по улице, может ты помнишь? Реальный губернатор? Реальный губернатор, бывший, он пришел на концерт. А, бывший, бывший, бывший? Бывший, бывший, да. И что, он вышел и рассказал? Вышел, рассказал, начал, ну он что-то начал задвигать какую-то там свою там, какую-то движуху уже таки, ладно, ладно, пизду, 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 пизду. И он ушел. Но сам факт такой был, чувак. Слушай, ты в связи с разговором о политкорректности, о сексизме, ты чувствуешь, как смещается общественный коридор? То есть вот эти шутки ты себе можешь позволить шутить, а вот эти уже нет? Или у тебя нет пока такого? Не у тебя лично, а вообще в обществе. Ты же как артист чувствуешь зал очень хорошо? У людей сейчас огромный запрос на шутки про власть, потому что людей это беспокоит сейчас. Сейчас ситуация такая, и как бы даже и без, до кризиса, который сейчас случается вроде как, и тогда уже были запросы, поэтому они с такой жадностью, с таким любопытством это слушают. Да, это видно прямо на запте, как зал взрывается. Ты делаешь зал, ты не называешь фамилией, блядь, и уже зал начинает взрываться. Да, да, да. И причем, мне кажется, что тут должна быть очень тонкая грань, но есть комики, которые выступают и просто оскорбляют, условно говоря, там власть, ну, типа унижая, да, там какими-то шутками. Это, мне кажется, не очень правильно, потому что этим занимается много очень людей, и, возможно, даже если мы с этим согласны, но мы как комики должны все-таки сатирически шутить об этом. Вот как бы вот этот вот такой момент, я сам всегда боюсь свалиться вот куда-то в другое, в русло, где я буду больше каким-то таким, знаешь, типа, блядь, таким. Слушай, ну, давай поговорим про велобосс. Это же абсолютный дрейф при 100% в сторону политической повестки. Общественно-политической, назовем ее так. Велобосс, вообще, как бы я всегда хотел и долго даже кому-то предлагал там из телевизионных боссов сделать какую-то политическую такую историю. Ее не, ну, сказали, ее не разрешат делать, скорее всего. Ну, конечно, потому что ты будешь сидеть и шутить там, блядь, про Дзеленский 24 на 7, прям угорать над ним. А-ха-ха, блядь, как я разъебал хохло, блядь, будешь 24 на 7, блядь, смеяться. Разрешат, ну, что не разрешат, Дарюх, ты просто не пробовал, блядь. Я не хочу смелости пойти дальше. А рядом будет такая еще бензопила, как с пилорамой, будет постоянная звук пилорамский и смех подложен. Ну, да. Ну, короче, так-то случилось, что сейчас в последнее время самые яркие и ситуации, которые происходят, они все происходят на политической арене. Лезть в политику я лично не хочу, потому что это уж слишком, ну, мне кажется, не моя тема вообще. Но шутить об этом, мне кажется, иногда получается правильно. И мы стараемся сделать велобосс таким образом, чтобы там обязательно было что-то про повестку дня политическую, да, как-то это обшутить, ничего не призвав никуда, но поржать вместе с народом над этим. И обязательно что-то не политическое, чтобы это все не свалилось в такую движуху, типа, я топлю за какой-то там, типа, как это называется, оппозицию, ну, то есть... Я не могу так сказать это, не знаю. Я просто комедиант. Ты знаешь, по поводу шуток над политикой, да, ну, вот я делаю свои выпуски на Ютьюбе каждую неделю, и я все время говорю, что некоторые новости, мне казалось сначала, что моя редакция меня подъебывает и пишет, да, когда там какой-то депутат, блядь, Тюменской думы попросил ментов охранять богатых людей, но я думал, что это подъебка, а я каждый раз сходил в угол, блядь, и понимаю, что нихуя это, реально все происходит. То есть даже шутить не надо, просто надо читать новости с листа, блядь, и все, и уже как бы будет... И уже смешно, в том-то и прикол. То есть бывают вещи просто вообще, блядь, как будто Netflix, блядь, смотришь, сериал какой-то. Слушай, про сериалы Netflix, расскажи мне, как строится сейчас твой быт на карантине, что ты делаешь? У меня очень сильно, я заметил, прилетит быстро время, я захожу в Skype, работаю по Skype, у меня есть там ребята, с кем мы в офисе сочиняем, мы что-то придумываем, думаем, там проходит что-то обед туда-сюда, что-то вот сегодня успел там газон немножко там старую траву подсобрать там на пятачке, все, что-то пам-пам-пам, уже вечер, все, детей, сказку читаю, рассказываю, придумываю, мы постоянно придумываем свои... Ты придумываешь детям сказки? Да, старший, младший еще пока не в теме. Ну тоже такие нормальные, да, там мне вчера спину обоссали, да, как бы, такие сказки. Ну почти, да, обоссали калу. Вот, знаешь, меня все время стремают за то, что у меня юмор очень низких культурных стандартов, но мне кажется, это очень честный, хороший юмор, блядь. Рассказал детям сказку про хуй, блядь. Ну разве это не смешно? По-моему, это отлично. И мне вообще кажется, что когда люди начинают, типа, фу, типа, что юмор для школоты, все люди абсолютно, они все, в общем-то, шутят об этом сами дома, в анекдотах, блядь, смотрят эту... Ну вот, мне всегда интересно, вот эта порнуха, которую все смотрят, да, как правило, она сейчас уже стала очень жесткая, откровенная и настолько разная. Это же эти вот люди, которые пишут мне про, что я там какой-то там пошлый, да, там или какой-то... Но они же тоже смотрят все это. Но еще я не верю, что люди не смотрят порну. Послушай, у меня давно сложилось впечатление, что одно из главных качеств Святой Руси это ебаная лицемерие. То есть мы, правда, хорошие люди, в большинстве случаев, но мы ебаные лицемеры, это просто пиздец. То есть он вчера дрочил, этой же рукой потрогал по голове чужого ребенка, а тебе написал, что ты гандон и пошлый пидарик. Вот, вот, вот. Конечно. А это же я и говорю. Поэтому я не верю вообще во все эти, знаешь, оскорбили чувства вея. Вот эти вот, знаешь, вот эти вот люди, которые там верят во что-то, сами делают еще хуже вещи, но, как бы, понимаешь, до 18. А с 18... Ты послушай, оскорбили чувства верующих. Нахуй нужен какой-нибудь, я не знаю, зачем читать Сорокина или зачем читать Хармса. Вот все на улице. Вчера новости. Патриарх объехал город Москву, значит, с иконой в черном, значит, Мерседесе. Крестный ход он сделал на лимузине вокруг Москвы. А днем на патриарших менты поймали человека с собакой, которого зовут Иисус Воробьев. Ну, блядь, это фарга, нахуй. Это фарга, да. Это фарга. То есть не хватало только того, знаешь, в арке не хватало того, чтобы из СИЗО этот Иисус Воробьев вышел и кортеж патриарха нахуй сбил его, блядь, на смерть. Все, блядь. Да. Все там титры. Это очень смешно. Это пиздец. А кортеж патриарха должен был сбить собаку Иисуса, понял? Да, ты знаешь, Иисус в реальности Иисус Воробьев бывший мент. Блядь, да? Да, я сегодня сказал, пиздец. То есть удивительные ряды. Поэтому, когда, конечно, люди пишут, что вы пошлый, пустой, вы придумываете всякую хуйню, ну, конечно, они пишут... Это я убежден. Убежден вообще. Я вообще им не верю. Я не верю им всем. Все пиздоболы. Когда они там говорят, как эти, знаешь, ну, ты знаешь, короче, они все пиздоболы. Слушай, а тебе жена, когда они говорят, ты, ну, блядь, ты что-то уже, я, кажется, все люблю, что ты делаешь, но ты что-то охуел, мне кажется, или нет у тебя таких моментов? Что-то вообще хуйня. Я часто это не выкладываю. Нет, ну, послушай, хуйня и жесть это же разные вещи, да, вот как бы. А, ты имеешь в виду, что когда что-то жесткое, да? Да, прям пиздец уже, когда уже такие... Ну, нет, нет, такого нет. Она, конечно, так немножко говорит, что я, типа, иногда что-то там борщу, но такого конкретно уже не было давно. То есть, она, в принципе, смирилась с тем, что это так, это работает, и... Да я особо-то и не жестю последнее, в то время, то есть, ну, я просто, ну, в силу своей испорченности говорю какие-то откровенные вещи. Ну, у тебя есть тема, на которую ты не заезжаешь? Ну, понятно, что про чеченцев и дагестанцев ты не шутишь, это как бы, слушай, ты нормальный человек, хорошо выглядишь, зачем тебе, как бы, какие-то, ну, умирать. Зачем тебе умирать, например, назовем это так? Или умирать мучительно? Не знаю, я пока не понял, на что я не могу пошутить. Я, скорее, знаешь, отношусь к этому, что к темам, ну, смотря как шутить. Ну, давай так ты про инвалидов шутишь, вот, блядь, например, сидит человек в инвалидном кресле, а ты говоришь, ну, встал бы и похлопал там, можешь вот так ему сказать? Слушай, инвалиды были у меня на концерте, и мы с ними смеялись над ними. То есть, ты их подъем был совершенно легко, как бы, да? Ну, смотря какой, понимаешь, то есть, смотрю человек, видно, что он там, ну, типа, с каким-то недугом. Ну, а зачем мне это выстебывать? Ну, типа, какой смысл об этом шутить? Если он встанет и начнет что-то там говорить на своем несвязанном языке, конечно же, я про этот факт пошучу, но не унизив его, а просто про это. Ну, про инвалидов шутить, и над инвалидами, это же разные вещи, хотя тема одна и та же. Ну, да, ты понимаешь, что там прям граница, вообще тонкий лед. Она очень тонкая, ну, как бы, вот я и пытаюсь, тренируюсь, чтобы как бы ходить между этими вещами и задевать плечами, но не толкать. Ну, типа, как бы в этом-то и прикол. Типа, ты можешь как бы пошутить, ты очень филигранно про инвалидов, а можешь действительно обидеть человека. Была ситуация ужасная, которую я вообще, ну, не понимаю, когда, я знаю, когда Нурлан, помнишь, сказал какой-то женщине, которая опоздала, там, что-то там про родителя, чтобы кто-то сдох, там, что-то такое было. Помнишь? Да, да, что-то такое помню. Ну, вот, то есть, для меня, это как бы прямо, в сторону, как бы, вообще, в другую, прямо грубо, и пиздец. То есть, я бы, ну, и со своей колокольной, так бы никогда не пошутил, но о том, что она опоздала, я бы обязательно, как-то пошутил. Шутить про геев? Тоже, во, геи, супер, чуваки. То есть, ты нормально шутишь, то есть, у тебя нет никаких барьеров, ты можешь... Никаких барьеров нет, а что с ними, ну, но они же сами шутят над собой, еще схлеще, чем натуралы. Я слышал, как два гея сидели за столом, один, типа, кетчуп, знаешь, там, хейс, он, там, что-то, перданул, такой говорит, блядь, как ты сегодня вечером, такой, ну, они же ржут над собой. Ну да, слушай, ну, ты же не гомофоб, как бы, у тебя нет... Нет, я не гомофоб вообще, а что за гомофобия? Я посмотрел, возвращаясь к рассказам у тобой, про что было дальше, я посмотрел сейчас, ну, вот этот выпуск, где была Милявская, и где был Дудь. Ну, выпуск, кстати, грустный, потому что, ну, я Милявскую знаю довольно давно, и, конечно, такой, я понимаю, я представляю себя и на ее месте, и на месте ребят, потому что там, ну, все шутки на правшую, все шутки на лице у нее, как говорится, но, блядь, это стрёмно, да, потому что, ну, вроде женщина там, ну, как бы, пиздец. А с Дудем тоже интересно, блядь, я поел, блядь, в Париже в квартире, и понял, что теперь я не гомофоб. То есть до этого пидоры, блядь, как бы, ели людей, блядь, а потом я увидел, бля, они существуют, надо. Нет, я даже не вдавался, я не смотрел так внимательно, я чисто вот за настроение, я вот ловлю его такой, о, нет, или да, ну, вот как бы, для меня как бы, вот как будто бы сейчас вообще все по-другому. А Лапенко тебе нравится? Лапенко, сам Лапенко мне очень нравится. Нет, что же он делает? Сериал, который у него был, несколько серий, во, парочка, мне вообще не зашли. В определенный момент поймал себя на мысль, что скучно смотреть одно и то же, как будто бы образы вдруг смешались, в одну длинную змейку и просто чуть-чуть другой цвет, но по сути дела одно и то же. Поэтому, когда у него единичные были выбросы роликов по чуть-чуть, они как бы были такие, ты их ел с удовольствием, как маленькую, бля, вишенку, знаешь, а тут как бы тебе дали грейпфрут, бля, огромный, ты такой хуя-хуяк уже начинал переедаться. Но в целом, это, конечно, очень талантливо, да. Я, конечно, удивлен, насколько я, ну, я же помню всех этих людей на улице, насколько точно он попал советского человека. Пиздец. Прям пиздец. Слушай, а за кем ты следишь вообще из коллег по цеху? Не только из наших отечественных, но и из-за рубежа. Что ты сейчас смотришь? Слушай, я на самом деле, есть паблик All Stand Up. Я там смотрю, что выбрасывают ребята с переводом. И, скорее всего, это вот мой единственный источник. Плюс я так сам смотрю, просто как про каким-то там западным, американским комикам, которые что-то делают и выбрасывают это, и я это просто потребляю. Так, чтобы следить за кем-то внимательно, знаешь, нет. Скорее, сейчас стало столько комиков, что выдающихся, к сожалению, из них как бы сложнее найти. То есть, может быть, потому что раньше... А с чем ты это связываешь, Илюх? С тем, что, в принципе, все темы уже обшучены или с тем, что люди менее талантливые? Может быть, я думаю, раньше было их мало, и каждого ты пытался распробовать, у тебя была возможность каждого распробовать, ты находил в нем какие-то грани, да, он и такой, и вот такой, и такой, и так прошло там типа 4 года, ты увидел 4 разных грани Джорджа Карлина, да, там с его разными... А ты любишь Карлина, это видно. Я люблю Карлина очень сильно. И мне очень нравится он, да. И мне нравится Карлин тем, что он... Многие у нас там здесь, я не знаю, не многие, окей, кто-то, я там слышал мнение о том, что говорят, что Карлин очень типа там продуманный, не продуманный, мудрый мужик, да, с очень крутой философией, крутой комедией, очень умными политическими шутками, безусловно, так и есть. Ну, а если посмотреть его ранние концерты, там дрочка, ебля, значит, наркотики, аборты. Слушай, там, блин, тусовые шутки абсолютно были, конечно. Просто такая дичь. То, что сейчас ставят, как бы, условно говоря, мне в укор, и говорят, что ты никогда не добьешься такого величия, как Карлин, ну, условно говоря, люди пишут, это... Но ты сначала доживи, это называется, блядь, он же тоже действительно шутил из Биттера. Я причем не стремлюсь как бы попасть в него и стать Карлином. Ну, у тебя же даже какие-то моменты вольные или не вольные на сцене, пластичные моменты даже ты берешь у Карлина. Ну, может быть, я давно его очень не смотрел, смотрел его вот лет пять назад, и только это все зарождалось у нас в России. И как бы, на самом деле, комедия, в этом-то и прикол, что все комики, даже суперкрутые, которые под конец карьеры из Дарьки Кто, идут, начинают, пробуют в разных жанрах, в том числе не в жанрах, в разных стайлах юмора и пошлом в мега, и в мега там политическим, знаешь, там, и оппозиционным, и типа там какие-то пародии, ну, короче, и шоу, все-все-все подряд, ты только так можешь вырасти. Слушай, как ты думаешь, сколько может артист твоего жанра существовать на сцене? Артист... Ну, я тебе приведу пример, да, вот шоу Геннадия Хазанова в 82-м году было пизданически смешно, наверное, я не помню, я был ребенком, но, наверное, это просто разъебывало всех, да, ты понимаешь, что как бы вот сейчас это, ну, даже не улыбнуться. Я думаю, что жанр стендапа, это в первую очередь, значит, артист должен меняться в соответствии со временем, то есть большие комики западные, для которых это является основной профессией, да, и как бы культурой, и искусством, они все выросли в 80-х, и сейчас до сих пор могут выступить тот же там Шапелл какой-нибудь, да, который там в 90-х, там, когда там, даже раньше, еще там, 80-х, я не знаю, 80-х, тогда был Суперзвезда, пропал, сейчас поменялся, и сейчас Суперзвезда, как бы, я думаю, Хазанов бы тоже мог бы быть крутым мужиком, если бы в юморе, я имею в виду, он, безусловно, талантливый дядька, и классный человек, наверное, я с ним не знаком лично, но он бы мог быть актуальным комиком, но если бы он... Знаешь, я не знаю, насколько он классный, я с ним тоже не знаком, я один раз сделал с ним интервью, оно было довольно пустое, то есть ко мне пришел такой корифей, как будто бы он сидит до сих пор в своем 89-м, блядь, а я в своем 2000-м, на тот момент 13-м, и это было, блядь, два мира, два шапира, а потом я его увидел в каком-то шоу на первом канале, где он отчитывал какого-то выступающего, по-моему, это было шоу, когда они, ну, пока одеваются, как это, блядь, когда они играют один в один, и он там говорит, это пошлая хуйня, я думаю, ебаный в рот, блядь, ну ты, чувак, ты из этого, из жанра статиры, комедии, хули ты даешь сельского учителя, ну, надо с возрастом что там такое происходит, он не в жанре, он уже давно отвалился, он уже свалился, не знаю, в кресло, и сидит там к десятке лет, поэтому он просто не в теме, он думает, что юмор, это то, что делал он, а как бы юмор, он всегда, он каждый год разный, ну, ты понимаешь, да, насчет каждый год разный, да, что все-таки ВГТРК, канал «Россия-1», а ведь все эти аншлаги до сих пор идут, и я думаю, что у них даже рейтинг хороший, я не очень могу понять, кто сейчас это смотрит, но тем не менее, ну, их же смотрят. Я не знаю, наверное, это... У тебя какой, у тебя какой, у тебя какой зритель на концертке, я понимаю, твоего среднего зрителя, там, 25-35, а самые, скажем так, ну, вторая планка, вот, которая выше 35, у тебя есть люди, которые 40-45 на твоих концертах. Часто бывают люди, ты не понимаешь, он выглядит как старик, а он может быть вообще молодой. Ну да, потому что героин умеет сдать, это мы знаем, да. Ну да, да, это знаешь, как типа, смотря на какую бутылку сел, типа, если типа, дрю, брю, то кислятинка дает в лицо. Короче, и я не могу понять, я вижу иногда каких-то взрослых людей, но совсем взрослых уходят сразу же. У меня был случай, мы на улице поздавали в Перми, а нет, не в Перми, в каком-то городе, мы позвали женщину на мой концерт, гардеробщицу, дали ей билет, взрослая женщина, билет 50-60 ей было, 60, наверное, она сказала, я обязательно приду, она пришла одна, в конце концерта была очень достаточно пошла, она подошла, обняла, сказала, мне так понравилось, спасибо, что ты меня пригласил. Я так давно не слышал слово хуй, спасибо, что пригласил меня. И не видела хуй на сцене очень давно. А потом оказывается, это Лолита была, да? Я так взяла с ее карьерой на Ютьюбе, блядь. Она взяла так мне, это пластилин или что? И, короче, и ушла. Окей, мы такие, о, круто, такой возраст, прикольно, так приятно. В другом городе идет мужик такой, весь такой, в бездатых, сделанных зубах, знаешь, таких вставных. И рамогранит вот этот. Да, да, мы такие, здравствуйте, придите на концерт. Ну, ха-ха-ха, я с удовольствием. Я, говорит, психиатр Булгакова, там, типа, психиатр жены Булгакова. Типа, реально есть такой чувак, психиатр жены Булгакова, который, типа, в этом, сейчас, вот, психиатр жены Булгакова. А кто такая, блядь, жена Булгакова? Ну, не Булгакова, блядь, а Достоевского. Какой же он и, блядь, Достоевский умер, сука, 50 лет назад. Блядь, а кто он такой тогда? Я не знаю. Короче, он, мастер и Маргариту, кто написал? Булгаков. Вот, жена Булгакова. Блядь, она не жива давным-давно. Какой нахуй психиатр жены Булгакова, блядь? Блядь, ну, фтизиатр, гинеколог Булгакова, не знаю. Короче, какой-то доктор, который имеет отношение, имел отношение к родственникам Булгакова. Неважно, он есть в интернете такой, типа, он или психиатр, или он ее врач. Или ебнутый просто пиздобол. Можно, но он дал визитку, там было написано психиатр жены Булгакова. Ну, и он тебе пришел на концерт? Он пришел на концерт, и через 6 минут, мы так вот смотрю, и такой огромный, он был здоровый, и он такой, гадь, и он такой встает, я посередине концерта, и уходит вот так вот. Мы поняли, что это не наш, это не его тема, короче, мой концерт. А ты хуйцотишь людей, которые уходят? Ну, то есть, ты там троллишь их как-то, блядь, публично? Обязательно троллишь. Все они получают по заслугам. Кто недоволен, особенно, знаешь, есть кислоеблы, кто сидит прямо реально, заведомо с кислым ебальником, в течение всего вечера. У меня был чувак, который весь зал смеялся в каком-то городе, а они вот так вот сидели, у него даже женщина смеялась, он с таким с кислым ебальником сидел, вот так вот, блядь, вот так, знаешь, как будто я ему просто его очко показываю, блядь, в 3D, блядь, он просто так вот, блядь, смотрит, такой грустный пиздарик, я, блядь, в жизни приехал в этот город, и он сидит такой, блядь, что-то я сразу на него переключился, я, блядь, попросил один плафон на него поставить, мы 20 минут его разъебали, все в залом, до того, как все в зале, там тысячи человек кричали, кислоеблы, кислоеблы, и он, блядь, мять, мять, когда будет смешно, блядь, когда тебя, блядь, ебать, ну, там было все очень правильно, с точки зрения, вот, это, это чисто, вот, как, как надо стебаться на теми, кто себя полностью позволяет стебать, блядь, ну, это специальные категории людей, они себя где-то дрессируют, что ли, то есть, ты понимаешь, что он, на самом деле, перед концертом зашел в ванную, да, значит, принял душ, и вот он перед зеркалом, это ебло, блядь, репетировал, вот, вот, сто процентов, и че, блядь, и вот это вот, нахуй, блядь, я полторы ксаряши, блядь, отдал, нахуй, я не пал, бля, смотри, ну, это перебальник был, как будто всегда перед ним молочница, знаешь, тактику, блядь, пиздец, но это прям специальные категории людей, да, 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 и их, ну, и они в комментариях есть еще, ну, как бы, они всегда еще тебе напишут, блядь, ну, вот, это спизденность со стендапа Эдди Мерфи, бля, восьминезонога, блядь, да, именно так, такие есть, в Ульяновске пришел какой-то еблан, в итоге был хороший концерт, я помню точно в Ульяновске, он написал такую вот статью про то, что в Ульяновске, ужас, приехал какой-то пошляк, начал пошлить, люди недовольны, уходили, блядь, что-то цитировал меня какие-то, что-то там, я там что-то кого-то унизил, какого-то нахуй послал, а что-то такого не было, а вот они вот из-за своей кривы, вот этого, знаешь, типа, блядь, этих, как они называются, блядь, катаракты, блядь, как они там, что-то, не видят ничего. Слушай, мне, знаешь, интересно было таких людей, пятерочку собрать в комнате просто, и сказать, чуваки, давайте так, мы, короче, смотрим только вот то, на чем вы угораете, дайте ему, покажите, блядь, просто, и, блядь, со стороны посмотреть, блядь, что-то. Да, интересно, за что они вообще рубятся-то, вообще непонятно, не знаю. Слушай, а ты можешь вспомнить, когда тебя прям из зала, ну, убирали шуткой, прям охуительно как-то себя зрители вели, блядь? Блядь, да, было очень круто, вообще когда-то. Блядь, я не вспомнил, но бывали такие штуки, у меня очень много общения в зале, и люди с удовольствием общаются, с удовольствием выкрикивают, и там бывало такие вещи, что просто вкуснятина. Сейчас был комментарий хороший, какие-то два ноунейма сидят, блядь, в прямом. Ну, то есть, это нам написал Карлин, сам, блядь, через перевод. Ноунейма, блядь, а это, сука, ёбаная суперзвезда. Да нет, это просто, это самое, он, наверное, не нам, он, наверное, сейчас просто в этом, в человеческом многоножке говна поел. Слушай, я, в конце эфира я написал себе четыре вопроса, чтобы потом вернуться к ним, когда все это закончится, интересно вообще посмотреть, что отвечали люди. Первый вопрос такой, как ты думаешь, когда это закончится, я имею в виду, карантинная хуйня наша вся. А, блин, а я говорю, я не знаю, я не понимаю, когда это глобально, если началось полторы недели назад, ну, наверное, месяца два, наверное, продержится, ну, как ты правильно сказал, экономика будет в жопе. Они же там открывают эти бани сейчас, ну, люди, значит, будут опять болеть. Что мешает, как в Китае, скрыть данные. Ну, то есть, для меня, я не верю всему этому, знаешь, и не знаю, чему верить. что ты первое сделаешь, когда это закончится все? Какое? Ну, я сделаю, можно, ваш телефончик, мое любимое шоу, которое у нас с крутыми ребятами, которые к нам приходят. Ты видел у меня, можно, ваш телефончик? Я видел, да, мы с тобой обсуждали, когда ты его запускал. Да, да. Это заебись. Да, я тоже, все это вообще, блядь, прям охуенно. Пиздец, там люди делают вообще чудеса какие-то. Вот, пойму. С кем ты встретишься, когда все закончится? Кого ты хочешь увидеть? А знаешь, вот этот вот суперский, вот эта вот штука, которая сейчас стала жизненно необходимой, она показала, что ты можешь реально общаться с людьми по всей этой истории, и ты получаешь удовольствие от их присутствия. Многие бухают, вот ты выпиваешь. Если бы я был тоже здесь с выпивкой, вообще, что мешает нам встретиться и тем, даже после карантина часто с людьми встречаться вот так же. Я не понимаю, поэтому встречусь, наверное, с тем, с кем не поговорил вот через этот скайп. А тебя не парит вообще? У тебя нет никакой, то есть ты нормальный такой социопат, то есть тебе похуй, ты можешь вот так жить? Да, я социопат, я, к сожалению, такой немножечко ку-ку. То есть, в принципе, если придумать сейчас нормальный механизм, когда ты сидишь у себя дома на кухне, а все онлайн подключились, концерт на там 10-20 тысяч, блядь, и это можно сделать бизнесом, ты спокойно бы так... Ну, наверное, я бы придумал, как это сделать, да, если бы это было необходимостью. Конечно, ничего не сравнится с живыми людьми, с живыми реакциями, с живыми посиделками, но глобально, по-моему, ну вот, мы вполне себе нормально общаемся. Хотя, может быть, я сейчас лукавлю, потому что, например, я с сестрой, у меня с сетра живет в Чикаго, и я с ней виделся уже два года, и мы с ней, например, общаемся вот так вот, и я понимаю, что это, конечно же, не то. Надо как бы вживую увидеть, вот так вот, знаешь, обнять, вот это вот, другая, конечно, история. Но, как бы, я думаю, что я много с кем увижусь. Я надеюсь, это не продлится несколько лет, тогда уж я бы, конечно, с удовольствием увиделся с кем-нибудь, это был бы длинный список. Но за месяц я не успею так соскучиться. Ты много путешествуешь? Я имею в виду не по работе. Не так много. Нет, не так много. Ну, то есть, ты вот от закрытых границ будешь страдать, если эти закрытия продолжатся еще там год, например? Я не сильно буду страдать. Нет. Нет. То есть, мы будем жрать чуть-чуть еду, другую, некоторые иностранные вещи, которые все-таки сейчас можно достать, где-то там, они, наверное, исчезнут. Хотя, как бы, границы для них были закрыты и сейчас, но их как-то находили пути вывоза и ввоза. Ну, а глобально, конечно, я буду скучать по... Я обожаю Европу, и Америка мне очень нравится, и Азия. Куда бы ты поехал, когда открыли границу, вот в первую страну, куда бы ты полетел? В Голландию. Мы поедем в Голландию, в Амстердам. А почему в Голландию? Я очень там люблю гулять, проводить время, мне там очень нравится. Такое настроение. Я, ты знаешь, у меня в Голландии смешанные чувства, я там провел очень много времени, но это было конец 90-х, начало нулевых, и, понятно, там, было долбить, как бы, совершенно беспрепятственно, и поэтому туда летали очень часто, но я просто в какой-то момент понял, что я за 10 раз, за 10 лет в Амстердаме ни разу не видел моря, да, потому что я просто не доходил до него, я как бы, брал в гороскопе, и как бы, ну, у меня все... А какое там море? Ну, там, в принципе, вот есть, через канал и выйти, там, Амстердам, это порт вообще. Старичок! Бля. Не знаю, мы, последний раз мы взяли велосипеды и поехали вот через, через на пароме, вот это, когда переезжаешь туда уже, от, ну, вот этого, не знаю, как называется, портовая часть, да, через канал на пароме и туда дальше, в деревню. И мы очень долго ехали с женой на велосипеде. И это было так замечательно, так интересно наблюдать за вот этой жизнью, не городской, а именно вот их такой пригородом. Мы несколько часов крутили педали в одну сторону, это было просто незабываемо для меня. Я просто был под впечатлением диким от этой жизни, знаешь, такой, типа, вдали от цивилизации, но так уютно все, знаешь, в таких сказки побывал. Слушай, а ты вообще сам городской человек или вот человек дачный, сельский? Наверное, я, я, наверное, вообще, я себя не хочу как-то ни к чему привязывать, потому что для меня, вот я сейчас здесь живу, с удовольствием это делаю, с удовольствием работал бы отсюда, так же с удовольствием, как и в городе. То есть в городе просто я начинаю, там, я спортзал там начинаю ходить, там, тренироваться, я там, типа, могу там выступления, у меня сразу же увеличивается количество выступлений. Ну, то есть я себе нахожу новые бонусы. Когда нахожусь за городом, я тоже их нахожу, там, какие-то себе приколы, которые я не могу найти там. Слушайте, Илю, последний вопрос. Я поймал себя, в Фейсбуке есть такая кнопка, вернее, функция год назад в этот день. И я увидел, что мы год назад обсуждали вот этот ебаный скандал между блогершей, Беллой и Рапопорт, которые не дали бесплатную косметику, а она предъявила бренду, я феминистка, хури вы мне не дали бесплатную косметику. И я поймал себя на том, что, блядь, какую же мы ебаниной жили, да, вот в медиа среде. У тебя в связи с этим, в связи со всем этим карантином произошла какая-то переоценка ценностей, там, ты себя ловил на мысли, что, блядь, все вообще изменилось. Я какой-то хуйней жил в последнее время. Вообще, такое должно прийти. Сто процентов должно прийти осознание. Мы действительно, мне кажется, часто жили не теми ценностями, не теми понятиями, которые, как бы, вообще стоят там даже внимания. Как будто бы это точно будет и в юморе, да, там, сегодня я там стал больше делать сатиры, связанные, да, там, с реальностью, с нашей жизнью, с политикой, с ситуацией в мире. Именно сатирические вещи. Я туда сваливаюсь. То есть, например, год назад я бы туда не уходил, я бы веселился, может быть, как-то по-другому шутил, но сейчас я очень хочу туда выйти. Как бы, поэтому я на пути, я пока не осознал. Честно сказать, осознание происходящего ко мне еще особо не пришло. Я на пути, это такой финал, блядь, как будто ты поздно расходил. Я на пути, блядь. Вот это. И вот это. Люк, спасибо тебе большое. Мы за час с прямого эфира, спасибо большое. Я еще раз, если кто не видел твой концерт, Верми, пожалуйста, посмотрите в поисках своего зрителя. Илья Собли, охуенный концерт. В поисках моей аудитории. В поисках моей аудитории. Ты тоже не видел. Спасибо тебе, дорогой мой. Да, обнимаю тебя, Сереж, спасибо большое. Обнимаю. Давай. Спасибо, кто смотрел нас. Спасибо большое зрителям. Спасибо большое. Спасибо.